Да, всех приветствую. Я представляю фармхолдинг БСС. Мы тут уже какой-то далеко не первый раз такой краш-тест делаем. Обычно они у нас раз в месяц проходят, я каждый раз повторяю практически одну и ту же речь. Мы с точки зрения игрока на северо-западе являемся самым крупным фармацевтическим дистрибьютором, а по сути уже давно медицинским холдингом с большим количеством разных направлений. Исторически выросли мы в сфере оптовых и госпитальных поставок. С некоторого времени занимаемся и разноформатными бизнесами, это и собственные медицинские клиники, и IT-интегратор, и собственная логистическая компания. Есть свои производственные мощности, ну и самый, наверное, известный бренд, который ассоциируется не напрямую, как правило, с БСС, а материнской компанией знает меньше. Это сеть аптек Alloy. Соответственно, сами в себе мы достаточно большие, мы входим в российский топ-5 лидирующих фарм-дистрибьюторов. Ну и как следствие, у нас внутри и самой компании достаточно большой объем инновационных технологических решений, он еще востребован. И некоторое время мы просто занимались пилотированием и смотрели в сторону разных интересных решений, которые могли бы упрощить наши собственные позиции на рынке и повысить эффективность. Но потом поняли, что в рамках нашего и с одной стороны IT-интегратора и очень разветвленной дистрибьюторской сети мы способны уже действовать даже не столько как смарт-инвестор, сколько как в классическом понимании венчурная студия. Нам с точки зрения развития проектов неинтересно работать, как обычный венчурный инвестор, который денег дал и смотрит за проектом издалека. Буквально завтра буду рассказывать о разнице между традиционным венчурным капиталом и венчурными студиями. Если взлетаемость стартапов в венчуре всего 30%, то у венчурных студий больше 70%. Причина в этом состоит именно в экспертизе, которую дает условный смарт-инвестор в виде своей венчурной студии. Это, во-первых, в большинстве случаев это доступ к рынку. Самое главное, что это живое и прямое участие команды венчурной студии в развитии проекта. Это, конечно, вызывает некоторые неудобства и нелюбовь фаундеров, потому что им кажется, что мы каким-то образом влияем на их независимость, креативность и так далее. Но, собственно говоря, причина того, что 70% компаний не летит, а в медсехе не летит намного больше, состоит в том, что в медицине креативность, конечно, хорошо, но она не является основной. Потому что основа идеи в проекте – это только 25-28% залог успеха. Все остальное – это бесконечные пивоты, очень длинные переговоры, трудный цикл сделок, прохождение ограничительных барьеров. Ну и с прошлого года, после начала СВО, вообще, в принципе, российский ландшафт инвестиционного бизнеса, он очень сильно поменялся. Темнее всего это отразилось именно на медтеховых стартапах, потому что циклы сделки очень длинные для инвесторов, риски огромные. Не профессиональные инвесторы, не эксперты, медицинские, технологические компании, как правило, не заходят, потому что проще пойти в финтех, в ритейл, куда угодно. Поэтому сейчас, к сожалению, доступ к финансированию, особенно для компаний на пассивной стадии или только, не дай бог, выпустивших MVP, для которых до коммерциализации топать еще 3-5 лет, у них, конечно, доступ к финансированию очень ограничен. Потом пошла концепция, что давайте сейчас все начнем быстро деньги в арабском мире получать, их там немерено дают, но на практике не очень-то, во-первых, и дают, а во-вторых, медтеховые компании сталкиваются с теми же проблемами там, что и здесь. То есть на ритейловый стартап получить 500 тысяч долларов, в принципе, плюс-минус не есть проблема. А для медтеховой компании, которой нужно, как правило, от миллиона до двух на старте, уже ситуация не складывается. Поэтому мы пошли в принцип создания венчурной студии. У нас нет задачи пылесосить весь рынок и брать много проектов. У нас план пополнения портфолио – это от 7 до 10 проектов живых, которые уже в активной рабочей фазе. Ну и плюс 4-5, за которыми мы следим, которые на подходе, они еще на очень ранней стадии, с ними пока трудно определить формат и вектор развития. Но, соответственно, здесь мы больше отрабатываем и по возможности привлечения внешних инвестиций. Это касается и упаковки продукта, отчасти касается и финмоделей. Вот с Core AI мы сейчас, в частности, работаем по поводу разработки и вообще переработки глобальной финмодели, потому что для посевного раунда они подошли с не тем совершенно комплектом документов и всего остального. Вот такой формат, он не очень похож на наших коллег по цеху. Я знаю, как делает РФАРМ. У них классические акселерационные программы. Мы в акселерации уже не очень верим. Точнее, в них можно верить, но это огромная поточная работа. Мы все-таки предпочитаем, конечно, более точечные проекты отбирать. Ну и консультируем на вольных хлебах в технопарке, помогаем юным российским технологам и командам дойти хотя бы до логической промежуточной точки. Супер, Юр, все так, все так. Коллеги, ну отлично, введение завершено. Давайте тогда приступим к первому проекту. Давайте там просто Виктор первый подключился. Артем, есть возможность подождать, в свою очередь, вторым выступить нормально, да? Супер, отлично. Виктор, тогда шарьте экран с презентацией. По формату у нас там 5 минут на презу, 15 минут на обратную связь. Ну вот где-то вот в пределах этого тайминга нам хорошо бы сохранить выступление. Вот, так что давайте, Виктор, 14 слайдов на 5 минут. Погнали. Видно презентацию, да? Видно, видно. Да, меня зовут Виктор Александрович Песков, я нейрохирург. Сегодня представляю нашу технологию, которую мы разрабатываем в области обучения стереотоксической нейрохирургии. Переходим с это направление в нейрохирургии, где хирургу требуется высокоточно и малоинвазивно подвести инструмент в определенную зону головного мозга с целью лечебного воздействия. Для этого используется большое количество разнообразных стереотоксической техники, рамки, навигации и даже стереотоксические роботы. При этом хирургу нужно манипулировать большими знаниями и умениями работы с этой техникой непосредственно. Помимо того, что он должен знать и клиническую составляющую, анатомию головного мозга человека и прочее, проходит стандартная такая операция. Пациенту закрепляется стереотоксическая рамка с локализатором, проводится стереотоксическая томография мозга. Хирург планирует операцию на планирующей станции, при этом учитывая анатомию пациента, прохождение различных сосудов и прочего, и непосредственно оперативный этап, когда он высокоточно подводит инструмент в зону головного мозга. Каким образом хирургу обучаться проведению таких операций? Различные варианты имеются. Это, во-первых, мастер-классы, когда хирург много лет смотрит как опытный эксперт и выполняет эти операции, ассистирует, помогает ему. Также различные кадавер-курсы, где можно на трупном материале провести такую операцию. Виртуальные фантомы использования дополненной реальности или виртуальной реальности непосредственно. И вот такие фантомы здесь можно видеть в виде, скажем так, моделей головы, в которых есть определенные мишени, куда хирург должен спланировать и попасть стереотоксическим инструментом. Но большинство таких фантомов, они имеют высокий уровень абстракции. Поэтому хирургу достаточно сложно перенести вот эту методологию операции на фантомах в реальную операционную. Так как в первую очередь хирург при планировании операции работает с МРТ и КТ головного мозга человека. А после проведения разметки таких фантомов хирург получает томографию фантома в виде каких-то пластиковых элементов и внутренних составляющих. Мы свою технологию сегодня представляем. Наш фантом, который имеет свои ключевые функции, такие как антромоморфные свойства не только внешних признаков головы человека, но и в виртуальном пространстве МРТ и КТ головного мозга. Он совместим с различным видом стереотоксических оборудований, моделирует множество клинических задач и позволяет оценивать проведенную операцию в интерактивном режиме в реальном времени. Фантом – это комплекс аппаратных программных средств, но непосредственно вся техническая составляющая в нем скрыта от хирурга. Мы стараемся создать устройство, которое будет максимально моделировать этапы операции, которые будут не отличаться от операции над головным мозгом человека. Как это работает? Хирург получает клиническую задачу. Например, ему нужно высокоточно провести биопсию опухолевого головного мозга. Фантом закрепляет на нем стереотоксическую рамку. Выполняет компьютерную томографию. Вот здесь вступает наша технология, которая позволяет заменить объем фантома на томографии, компьютерной томографии, на головной мозг человека. Таким образом, хирург планирует операцию, используя МРТ и КТ головного мозга прототипа, скажем так, человека, который сделан фантом. В операционной хирург делает разрез, накладывает отверстие в спланированной точке конвекситальной поверхности черепа и погружает стереотоксический инструмент. Наша технология позволяет в реальном времени оценивать, как правильно хирург выбрал стереотоксическую мишень в конкретной клинической задаче учебной, точность процедуры и правильность выбора мишени. Таким образом, получает оценку своих проведенных действий. Наш задел по проекту, идея появилась в начале 2020 года, когда мы получили грант «Умник» и реализовали его, получили патентное изобретение. Сейчас мы, собственно, получили грант «Стаб-1» на создание компании и реализацию идеи и возможности коммерциализации. В прошлую пятницу мы первый раз испытали устройство уже непосредственно со стереотоксическим оборудованием. Здесь вот виден фантом. И справа видно, как на навигации мы, используя МРТ головного мозга, подводим к определенным мишеням и получаем точность попадания в запланированную мишень в реальном времени. То есть фантом оценивает хирурга и точность его манипуляции. Здесь представлены различные виды вариантов фантомов, но ни один из них, к сожалению, не несет тех свойств, которые мы реализовываем в нашем устройстве. Фактически это в какой-то степени революционное решение в обучении стереотоксического метода. Объем мирового рынка стереотоксического оборудования, он просто гигантский, огромный. В 2030 году он составит до 30 миллиардов долларов. Однако какой объем рынка возможно занять нашим решением, пока сложно сказать. Но потенциальные потребители – это в первую очередь центры обучения стереотоксическим методом, центры сертификации хирургов, в том числе сдачи экзамена, дистрибьюторы стереотоксического оборудования и отделение функциональной гидрохирургии. Как можно коммерциализировать наше устройство? Эдва по лицензии, возможность продажи отдельных клинических примеров, сдача фантома в аренду, сопровождение и организация симуляционных центров. Надо понимать, что один фантом, однако в нем сохранено множество различных клинических задач. И фактически хирург получает экспертное мнение по своей проведенной операции прямо здесь и сейчас, после проведения такой. Наша команда, я как руководитель проекта, эксперт в нашей команде – это Халявин Андрей Иванович, доктор медицинских наук, заслуженный доктор в области функциональной стереотоксической нейрохирургии. Однако, конечно, мы только сформировали команду и нам требуется еще профессиональный программист и решать вопросы коммерциализации и возможности коммерциализации нашего устройства. Здесь ссылка на сайт проекта, где можно найти наши контакты. Спасибо. Да, спасибо за презентацию. Очень интересно. Вопрос первый. Нету в презентации roadmap проекта. Что мы планируем? Ну, в пилот, когда вы собираетесь выходить, как вы планируете вообще коммерциализацию и что с регистрацией, потому что даже если вы это будете использовать в симуляционных центрах, ну, ру класса 1 как минимум понадобится. Скорее всего, в определенных условиях запросит и ру класс 2, хотя я думаю, что там единицы, наверное, обойдутся для использования. Поэтому вопрос не очень так же поняла из презентации. Вы делаете только софт или хард тоже? Харт и софт все вместе. Да, это будет законченное устройство. Тут и, собственно. А насколько высоко хард дает возможность симулировать реальную работу хирурга именно с точки зрения тактильных, ну, механических навыков и моторики? Тут в первую очередь надо понимать, что фантом моделирует голову, да, а хирург работает с тем оборудованием, которое у него есть. То есть стереотоксические рамки, навигация и прочее. Вот, поэтому тут зависит от того, какое есть оборудование стереотоксическое. Здесь мы не модулируем само оборудование, в этом тоже есть, заключается, как бы, функция обучения, потому что, ну, каждое оборудование свои особенности имеет. Однако такой вот подход, фантом в таком виде, позволяет его использовать при любых типах стереотоксических устройств вообще, в принципе. А на что сейчас грант взяли? Грант на развитие, ну, проведение, значит, испытания устройства и создания первого прототипа. То есть в течение года планируете, да? С заявленными функциями, да. Ну, то есть мы, как бы, скажем так, предварительный черновой вариант фантома выполнили и провели испытания. Ну, конечно, всех заявленных функций он пока не несет. Вот, однако теория о возможности точности попадания, она высокоточного оценки точности попадания, она уже, значит, развенчана. И мы точно знаем, что мы можем высокоточно определять позицию инструмента внутри фантома в реальном времени. Образовательная технология какая? Это компьютерное зрение? Да, технология компьютерного зрения, стереозрение, стереозрение. Ну, фактически навигационная система встроена внутрь фантома, изолированная от всех других стереотоксических оборудований. А вы смотрели в область, там, партнерства с кем-нибудь, там, с тем же самым медвяром, ну, те, кто уже делают решения для стимуляционных центров? Ну, скажем так, в России вообще только в прошлом году появились курсы обучения повышения квалификации по стереотоксической нейрохирургии, там, вот, изолированно. Поэтому, ну, мы фактически на старте, и таких решений в данный момент существует. Эти медицины существуют, там, совсем изолированы. Вопрос в том, что, ну, создание симуляционных центров – это задача, которую решают правила региональные комитеты, либо по здравоохранению, либо комитеты по образованию, если мы говорим о вузовской подготовке врачей. Они эти задачи всегда решают в комплексе. Понятно, что может быть отыграно, там, несколько разных конкурсов и разных контрактов под разные задачи. Но если строится симуляционный центр, то его набор, да, он, как правило, там, плюс-минус идет фиксированных. Если Медвир делает у себя историю не только по тренировке софт, да, но и хардскиллов, они разрабатывают манекен для обучения студентов пальпаться и так далее, то, наверное, с точки зрения коммерциализации, если вы будете просто возьмете безд, вы будете бегать по рынку, у вас на это уйдет, я не знаю, там, какое-то космическое количество времени, и все будут в итоге приходить вам и говорить плюс-минус одно и то же. Ну, давайте что-нибудь подпилотируем, вы разбросаете там три-четыре оборудования по стране, но как бы все это придет ничему. Потому что, опять же, стереотоксические операции, ну, будем честными, они не производятся в основном в каких-либо частных центрах. Да, это сложная нейрохирургия. Сложная, дорогая нейрохирургия, даже та, которая существует в условно-частных центрах, она идет за деньги ВМП. Вот, и здесь я бы вам, во-первых, рекомендовала все-таки перешерстить рынок и посмотреть, но Медвир точно уже работает на рынке, у них достаточно успешно упакованное портфолио по продажам, мы с ребятами общались буквально пару недель назад. К ним есть интерес за рубежом, есть несколько вопросов, которые вам следовало бы проработать тоже до. Российский рынок медицины, он очень сильно вертикально интегрированный, он полностью государственный, потому что коммерческая медицина в России это плюс-минус профанация. Большая коммерческая медицина у нас существует только за счет того, что они получают деньги из территориального фонда УМС. Все остальное, это там амбулатории среднего пошива, побольше, поменьше, ну и разные узкоспециализированные клиники. Поэтому рано или поздно для того, чтобы как-то там показать реально окупаемость продукта или куда-то его развивать, вы начнете смотреть за рубеж. Когда вы начнете смотреть за рубеж, если вы будете делать этот продукт исключительно с прицелом на российский рынок, вы получите себе одну глобальную проблему. Даже если вы приходите к Арабам и говорите, смотрите, какая у нас прикольная штука, вам скажут, о да, супер, давайте эту прикольную штуку поставим к нам в симуляционный центр в Дубае, к примеру. А вот, но 90% уважающих себя клиник, которые там как раз не вертикально интегрированы, это отдельно стоящие медицинские учреждения, которые развиваются по нормальным коммерческим принципам. Они вам скажут одну вещь, мы работаем по стандартам GCI. И даже если вы на каком-то этапе там обойдете вопрос сертификации, вопрос стандартов вы не обойдете. И тут вопрос, каким образом унифицировать подход, даже там методологии, если мы говорим просто о клинических рекомендациях. Разница в клинических рекомендациях между Россией и GCI, даже стандартом, она очень большая. Поэтому прежде чем там глубоко уходить в разработку, я бы вам рекомендовала вот этот вот рынок, как все показывают, да, там международный рынок огромный, там 30 миллиардов, может быть хоть 130. Вы его не разложили на составные части. И пока вы не поймете глубину и емкость своего рынка, делать большие телодвижения в сторону разработки будет как минимум странно. Потому что нужно сразу считать и сбытовые каналы, и объем денег, который вам понадобится на коммерциализацию, на объем сертификации. Поэтому здесь я бы вам рекомендовала сейчас, пока вы там на старте, крайне внимательно посмотреть и в рынок, и в клинические рекомендации, и там симулировать себе ситуацию, что у вас не очень начинает по какой-то причине лететь в России. Вы понимаете, что вам где-то надо взять деньги за рубежом, и что у вас в этот момент происходит. Потому что на текущий момент, я думаю, что у вас там будет приблизительно происходить ничего. Потому что первый вопрос, который вы сразу увидите, это будут сначала клинистандарты, а они за собой потянут сертификацию продукта. Спасибо, спасибо. Да, будем думать над этим вопросом. Ну, просто у Медвиара как раз такая же история произошла. Они забуксовали на полторы, где-то на полтора года, хотя у них был и есть ребьютор, у них, в принципе, все в звуку там, у ребят, хорошо идет. Но тот просчет, который они допустили на старте, он им вышел в очень большой объем потерянных денег и времени. А учитывая, что они получали в более благополучные времена инвестиции, когда VR был на хайпе, и войны не было, и ожидания какие-то там, да, от мира были совсем другие. Но вы сейчас развиваетесь в других условиях, и нужно понимать, что на такую тяжелую технологию только грантов вам не хватит. А это либо продаваться в крупняках, ну, такое себе сейчас решение, просто потому, что вы погрязнится в бюрократии, там, это остановит проект, либо идти за рубеж. Не заради того, чтобы бросить родную страну, а заради того, чтобы просто там денег получить. Спасибо за ваши комментарии. Будем думать над этим. Да, Виктор, спасибо большое за выступление, Юлю за обратную связь. Павел, сходите тоже в чатик Zoom, я там ссылочки всякие покидала, список вот этих вот симуляционных центров. Так, я, собственно, пока гуглила, узнала о существовании Росомеда, общероссийской общественной организации, российское общество симуляционного обучения в медицине. Вот, то есть, ну, поищите, изучите, ссылочку там на VR тоже в качестве напоминалки закинула. Вот, так что запись будет доступна, переслушайте, и как раз пойдете по этим пунктам, которые я видела, что озвучила. Хорошо, спасибо. Да, Виктор, спасибо большое. Все, можно останавливать демонстрацию экрана. Передадим это почетное право Артему. Да, здравствуйте, коллеги, всем. Да, привет. Как меня слышно? Слышно хорошо. И даже презентацию видно, все прекрасно. Хорошо, тогда я начну, да? Да, конечно. Да, всем здравствуйте, меня зовут Артем. Руковожу компанией, которая делает продукт Панацея. Я сам заканчивал кафедру инновационной фармацевтики МФТИ, но я не врач, то есть я технарь с некоторым пониманием медицины там и прочего. И последние лет пять руковожу разными продуктами на стыке IT, медицины, искусственного интеллекта. Руководил продуктами и в компании Докплюс, потом в компании Докторядом. Сейчас вот возглавляю отдельную компанию, которая занимается тем, что помогает внедрять стандарты и клинические рекомендации в клинике. Какая проблема? Сейчас у нас в стране обязательны к исполнению и стандарты, первичной медико-санитарной помощи и клинические рекомендации. Их очень много, несколько сотен. Всех их знать нереально, выходят новые, постоянно обновляются и так далее. Из-за этого врачи их не всегда соблюдают, но тоже по разным причинам. У кого-то там своя устоявшаяся клиническая практика, клиническое мышление, кто-то не успевает считать новые, кто-то там свои подходы. Но итог такой, что не во всех клиниках они соблюдаются. И это приносит еще и экономические потери. По нашему опыту клиники теряют до 30% выручки от того, что врачи не соблюдают стандарты и клинические рекомендации. Соответственно, что с этим всем делать? Какое решение может быть? Врач должен при постановке диагноза видеть список необходимых назначений. Они должны быть актуальны на данный момент, постоянно обновляться. И руководство клиники должно контролировать исполнение этих стандартов и назначений. Как это работает? Мы оцифровали все эти стандарты, все эти клинические рекомендации. Постоянно следим за выходом новых. И адаптируем ее под конкретную клинику. То есть у нас мы берем стандарты клиники, адаптируем под прайс клиники, под задачи клиники и внедряем в миссы. Врач проводит прием, ставит диагноз, как он считает нужным. Ему сразу показывается наше окошко, в котором он видит список необходимых назначений и по показаниям. А руководство клиники может это все дело контролировать. Как это выглядит? Так выглядит мисс Медиалог, один из распространенных на рынке частной медицины. Вот врач ставит диагноз, и внизу наше окошечко в виде веб-сервиса показывает список необходимых исследований. Анализов, перенаправлений, диагностических исследований. Зелененькое – то, что обязательно, серенькое – это по показаниям. Врач должен назначить обязательно зелененькие исследования, потому что они обязательны по стандарту, либо по клинреку. Врач может кликнуть на кнопочку «А» и увидеть информацию по данному исследованию. Какие показания, допустим, для КТ, МРТ при, не знаю, остром синусите или еще что-то такое. И какая-то такая справочная информация. Лекарства мы тоже оцифровали из клинических рекомендаций, лекарственную терапию. Врач видит список действующих веществ, он может кликнуть на кнопочку «Information» и подсмотреть схему лечения. Курс дозировки, тип приема, как долго нужно принимать, какой объем и какие-то комментарии, которые прописаны в клинических рекомендациях для данного лечения. Когда нужно, какие там есть противопоказания и так далее. И внедряем отчеты, то есть помогаем руководству клиники контролировать исполнение этих стандартов. По факту мы знаем, что врач должен сделать и сверяем с тем, что он в итоге назначил. И контролируем еще, насколько пациента исполнили то, что врач назначил. В итоге появляется такая вороночка на уровне всей клиники, на уровне отделений филиалов и на уровне конкретного приема. Что врач должен был назначить, что не назначил и что пациент в итоге из этого сделал. Это позволяет увеличивать выручку от 10 до 30 процентов в зависимости от типа клиники. В итоге клиника соблюдает закон, защищена с этой точки зрения. Растет выручка, у него появляется контроль исполнения стандартов, 100 процентов приемов контролируется. У них актуальные на данный момент стандарты клиники. Клиника меньше зависит от компетенции врачей. Снижается процент съемов по ДМС, потому что врачи не назначают лишнего. И страховые не штрафуют их за это. И врач тратит меньше времени на приеме, потому что все, что он прокликал в нашем окошке, оно автоматом идет в электронную медицинскую карту. И врачу не надо набивать руками все эти назначения. Ну и постепенно растет экспертность клиники за счет того, что они соблюдают стандарты, соблюдают пленреки. У нас на данный момент, мы вот в прошлый год занимались тем, что просто внедряли базу знаний в миссы клиники. А последние где-то полгода мы как раз занимаемся IT-решением этим. То есть у нас большой опыт именно по внедрению стандартов пленреков, адаптации к клиникам. Где-то с 20 клиниками мы посотрудничали. И сейчас у нас вот это IT-решение в виде веб-сервиса. У нас 5 клиентов на данный момент. Ну и постоянно чувствуется спрос на такую историю. И мы в основном сейчас продаем в частной клинике. ОМС пока не касаемся. В команде 9 человек. Это врачи, IT-специалисты, продажники, аналитики и я. Вот, наверное, что хотел рассказать. Если кому-то интересно, буду рад познакомиться, найти какие-то точки соприкосновения. Да, Артем, ну вот вопрос, единственное, не покрыли монетизацию. Вы как монетизируетесь? Лицензия или что? Ну, мы монетизируемся как САС. То есть мы продаем доступ к продукту по подписке в месяц. И сколько у вас сейчас стоимость подписки в месяц? В зависимости от объема клиники, в среднем это от 50 до 300 тысяч рублей в месяц. Я какие-то похожие решения видел, а мы на самом деле даже смотрели в прошлом году, хотели внедряться у себя в клинике Пеле. У нас тут достаточно хороший поток. Понятно, что вопрос соблюдения рекомендаций и вообще клиника экспертной работы, автоматизации КЭКа, когда никто не отменял. Вопрос, а вы с кем сейчас из месяцев уже интегрированы? Интегрированы с медиалогом, с 1С, потому что они открыты, и мы их можем... А с реновацией вы не работаете? С реновацией мы, кстати, в следующий понедельник встречаемся. Ну, просто у нас сейчас грядет установка реновацией. У нас с реновацией мы в Пеле в свое время взяли курс на расширенное использование цифровых сервисов, которые мы, собственно говоря, и пациентам об этом говорим. У нас туда интегрирован Вибиомед для более широкой оценки. Но с точки зрения клиник-рекомендаций у меня, в принципе, есть теоретически, ну, не теоретически, а практически мы и еще одна клиника в регионе, которые могли бы этим решением заинтересоваться. Ну, нам было бы интересно там после установки реноваций попробовать попилотировать, потому что я, в принципе, как бы смысл понимаю. По поводу идей понятно, что тут не с чем биться. То, что врачи не помнят, не знают клиник-рекомендаций или не выполняют их по каким-то причинам, просто потому, что им кажется так, ну, там, правильно, интереснее, вкуснее, это факт. В частной медицине проблема чуть меньше, их меньше проверяют эксперты. Вот, а со страховыми компаниями, с ДМС, если у тебя нет стационара, то, в принципе, они немножко деприоритизированы, потому что с точки зрения выручки и прибыльности работы с ДМС-ными компаниями, клиниками, это не суперинтересно. А вот то, что касается, конечно, первичного, вторичного потока пациентов и объяснения, почему так, а не иначе, это, безусловно, да. Да, поэтому, ну, модель такая проверенная и рабочая. Вопрос, конечно, интересный, посмотреть, как она в реальной жизни работает. Поэтому, если интересно, приходите, готовы там пилотироваться, при успешном пилоте подписаться, как минимум, на свою клинику, хотя я думаю, что коллег там тоже заинтересует. Спасибо. А как с вами связаться, чтобы потом? Наташа. Это через меня. Я всего... Хорошо, спасибо. Вот это выработанная стандартная схема. Да, у нас уже все отработано, все ходы записаны. Коллеги, прекрасно, держите в курсе. Я надеюсь, что все получится. Артем, я надеюсь, что ваша отдельная встреча в понедельник тоже пройдет успешно, и вы сможете с ними также объединиться. Вот. Коллеги, у нас сегодня короткое мероприятие. Мы на сегодня разбегаемся с вами. Спасибо всем, кто принял участие. Виктор, Артем, спасибо большое. Юля, звезда, как и всегда. Вот. И до встречи в следующем месяце, а когда, мы об этом скажем позже. Вот. Спасибо. Спасибо, коллеги. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok